Как же вам получить витамин D от солнца, не заработав при этом рак кожи? Я получаю массу отзывов на свои видео, и многие люди реально боятся солнца, потому что из-за него возникают рак, морщины, фотостарение кожи. В общем, от него один вред, и нужно его избегать. С другой стороны, они хотят получать витамин D, но только не из добавок. Не нужно забывать, что в процессе эволюции человек очень и очень долго жил на солнце. Наши тела адаптировались к нему и даже создали натуральные фильтры от солнечной радиации, а именно ультрафиолетовых лучей. Кожу защищает пигмент, который называется меланин. Меланин препятствует повреждению кожи ультрафиолетовым излучением. Количество меланина зависит от цвета кожи. Чем темнее кожа, тем больше меланина. И наоборот. И это определяет, насколько эффективно фильтруется ультрафиолет, то есть сколько таких лучей проходит через кожу и создает проблемы. Это правда, что когда вы, находясь на солнце, получаете солнечный ожог, это может повысить риск возникновения рака кожи. Если вы регулярно облучаете себя ультрафиолетом, это может снизить уровень витамина А, а свободные радикалы могут повредить ДНК и причинить много другого вреда. Но вот что интересно. Если вы бываете на солнце, но не доводите дело до ожогов, вы можете, наоборот, снизить риск заболевания раком. Обычно происходит следующее. Ультрафиолетовые лучи из диапазона В попадают на кожу, а затем эти лучи взаимодействуют с холестерином, который люди обычно считают чем-то плохим, ведь он вызывает инфаркт, забивает сосуды, что приводит к инсульту и так далее. Однако без холестерина невозможно синтезировать витамин D, не получится создавать клеточные мембраны и довольно большую часть мозга. Все половые гормоны, тестостерон, эстроген, продестерон и даже кортизол создаются из холестерина. Без него не будет и этих гормонов. Представьте, сколько проблем это может создать. Без холестерина невозможно производить желчь, которая помогает усваивать жирорастворимые витамины. Он нужен для клеточных мембран и синтеза витамина D, так что холестерина должно быть достаточно. Вот почему, например, статины или низкожировая диета могут мешать производству витамина D. Итак, ультрафиолет попадает на кожу, превращает холестерин в витамин D, а затем этот витамин D активируется в почках и печени, и уже в активной форме витамин D проявляет свои чудесные свойства. Однако некоторые люди даже слышать не хотят о приёме более 2000 мембрана D витамина D. Вероятно, из-за того, что рекомендуемая суточная норма где-то 600 мембрана D, что, конечно же, несерьёзно. Эти суточные нормы приёма витамина D были рассчитаны очень давно. В то время ещё не было информации о влиянии витамина D на иммунитет. 600 мембрана D едва хватит лишь для профилактики остеопороза. В то время не принимались во внимание такие вещи, как ожирение, метаболический синдром, возраст и так далее и тому подобное. И, кстати говоря, токсический эффект от витамина D возникает чрезвычайно редко. Нужно принимать сотни тысяч международных единиц в течение месяцев, чтобы получить токсический эффект от витамина D, в том числе и такой серьёзный, как камни в почках. Но если вы будете выпивать по 2,5 литра жидкости в день, это защитит вас от камней в почках. 19 тысяч различных генов в вашем теле требуют наличия витамина D. Витамин D необходим для иммунной системы. Это средство от аутоиммунных заболеваний, депрессии и вирусных инфекций, особенно цитокинового шторма. В каждой части иммунной системы есть рецепторы к витамину D. И так получается, что 69% населения страдает от нехватки витамина D. Если вы здоровы и молоды, у вас нет метаболического синдрома и лишнего веса, и вы, скажем, загораете в купальнике в течение получаса днём, когда солнце наиболее активно, при этом вы живёте не в северных районах, а где-то ближе к экватору, тогда, если у вас белая кожа, вы получите около 50 000 МЕ витамина D. Если у вас уже есть загар, вы получите около 20 000 МЕ. Если у вас тёмная кожа, около 8 000. Но есть очень много факторов, которые могут помешать вам усвоить этот витамин D. Например, время года или место, где вы живёте, то есть широта, насколько севернее или южнее вы относительно экватора. Но вернёмся к теме нашего видео. Как же вам защититься от негативных последствий солнечного света? Вот некоторые действия, которые можно предпринять. Ешьте достаточно продуктов с витамином С, ведь чем больше у вас в коже антиоксидантов, тем лучше вы защитите её от повреждений, вызванных ультрафиолетом. И не только ультрафиолетом В, но и другими типами ультрафиолета. Итак, витамин С очень важен. Другой ключевой витамин — это витамин Е. И есть ещё витамины, дефицита которых не следует допускать. Они нужны для исправления всех тех повреждений ДНК, которые могут возникнуть по разным причинам, включая ультрафиолет. Вообще-то, если у вас дефицит какого-то из следующих микроэлементов, одно это может сделать вас уязвимым для повреждений ДНК. И не только от ультрафиолета, но и от других факторов. Фалаты. Фалаты очень важны. Их можно получить из листовой зелени. Следующий нутриент — ниацин. Он содержится практически в любой пище. Он есть в животном белке, например, в говядине, овощах, орехах и многих других продуктах. Магний. Очень важен для защиты от повреждений и для восстановления. Он есть в листовой зелени, в молекуле хлорофила. Кроме того, во время голодания растёт количество антиоксидантов, которые защищают кожу. Также очень важна низкоуглеводная диета. Есть отличный солнцезащитный крем на случай долгого пребывания на солнце. Это крем, который вы можете сделать сами. Возьмите четверть стакана кокосового масла, столько же оливкового масла, столько же кунжутного масла и две столовые ложки оксида цинка. Берите вариант не с наночастицами. И, кстати говоря, одно лишь кунжутное масло может задержать ультрафиолет на треть, а кокосовое и оливковое масла — на 20%. Итак, смешайте все эти ингредиенты и нанесите полученную смесь на кожу. Это гораздо лучше, чем кремы из магазинов, в которых много дополнительной химии. И в заключении ещё один важный момент. Ультрафиолетовому излучению противостоит инфракрасное излучение. Оба из одного источника — солнца. Так что, находясь на солнце, вы получаете также инфракрасные лучи. И чтобы получить больше ИК-лучей и меньше УФ-лучей, нужно бывать на солнце в начале дня или в конце дня, а не в полдень, когда солнце наиболее активно и УФ-излучение самое сильное. На восходе и на закате вы получите много ИК-лучей. Они проходят через одежду, проникают глубоко в тело и вызывают синтез мелатонина. Этот мелатонин отличается от того, что вырабатывает эпифис. Это субклеточный мелатонин. Он находится в других местах. Его выработку стимулируют инфракрасные лучи. Удивительно, ведь темнота производит такой же эффект. Итак, находясь на солнце, вы стимулируете выработку мелатонина, самого мощного антиоксиданта, который может защитить вас от вредного ультрафиолета. Таким образом, если вы, находясь на солнце, получаете солнечные ожоги, вы удваиваете риск рака кожи. Но если вы находитесь на солнце и избегаете ожогов, вы снижаете риск рака кожи. Подробнее о том, как получить норму витамина D и что он делает для организма в моём курсе. Ссылка внизу. Приглашаю вас на свой курс «Витамин D. Витамин здоровья». Дефицит витамина D есть у 90% населения планеты. Он вызывает множество болезней. На курсе вы узнаете, как благодаря витамину D избавиться от этих болезней и симптомов, укрепить здоровье и сохранить молодость. В подарок вы получите мои выступления о долголетии здоровья на Кето-саммите 2019 года. Всё это доступно онлайн на русском языке. Ссылка внизу. Жду вас на курсе. Субтитры создавал DimaTorzok